Клинкс, Бон и Флетчер Пламя в теле Бон и Флетчера – символ того, что восстание из мертвых только начало. Клинкс ищет совершенство в искусстве стрельбы из лука и не сомневается, принося жертву союзников, если есть на то необходимость. Двигаясь, словно ветер, он готов уничтожать врагов с помощью точной стрельбы и проворства. Своими стрелами он обжигает врагов пламенем бездны, приближая их к смерти. Бон и Флетчер – при жизни эльфийский лучник, после смерти – кошмар. Отлично. Добрый вечер, я Бон и Флетчер. Всем привет, друзья. Что ж, сегодня у нас гайд на необычном и, кстати, уже непопулярном персонажа, не знаю, почему его не берут на Бон и Флетчера. Итак, друзья, сегодня я вам расскажу, что у нас есть у Боника, как на нем, в принципе, плейть и что ему собирать. Вспомним, так сказать, старенькое. И, в принципе, если вы готовы пробежаться по его способностям и посмотреть прекрасный геймплей, то тогда поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже – это Стрейв. Стрейв позволяет увеличить нашему персонажу скорость атаки на определенное количество времени. И тут у нас есть свой калдаун и свое, так сказать, увеличение в процентах скорости атаки. Скорость атаки у нас всегда увеличивается на 130% по нажатию одной этой кнопочки. Хоткей у нас Т на данной способности, очень легко в использовании. И давайте разберем уровень прокачки. На первом уровне на 4 секунды дается эта тема, на втором 6, на третьем 8, на четвертом на 10 секунд. Калдаун у нас 40, 35, 30, 25 секунд. Монокост у нас всегда 90. Это очень бомбезно. Задержек никаких нету в произношении данного спела. И, соответственно, по нажатию этой способности, во-первых, что мы видим? Вот такой вот эффектик, видите, лук какой-то вот так вот он тянется за нами. Вот сейчас его уже нету. Это действие первого, так сказать, первого левела на 4 секунды. И, соответственно, давайте перейдем далее. Смотрите, атакуем в обычном статичном режиме. Просто Бонник бьет медленно. Нажимаем стрейф и пошли у нас. Пошли стрелы. Кстати, нет никакой задержки теперь перед тем, как создать вот эти вот, как нажать стрейф. Нет, Бонник не вот так вот не делает, как он раньше делал. То есть это очень круто. И, соответственно, на сайте написано Айкапа, что эту тему можно развеять. Но развеивать диффузон тут никак не получается. Смотрите, баф висит. Оп и пропадает, потому что первого левела. Диффузон не развеивается. Манту я тоже юзал. Мантой не скидывается. То есть, соответственно, это очень такая прикольная плюшка, которая позволит вам, так сказать, вооружиться. Если с вас захотят снять стрейф, то, к сожалению, никак у них не получится. В общем, ребят, вот такая вот у нас первая способность. Очень простенькая в использовании. И, в принципе, это все. Поехали далее. Итак, друзья, переходим ко второй способности. Вторая способность на боны Флетчера. Это, в принципе, то, зачем мы тут собрались. Вторая способность позволяет увеличить урон нашего персонажа. Ну, как урон. Он у нас, этот персонаж, начинает кидать огненные стрелы. Вот такое вот, смотрите, применение. Можно делать на R. То есть, R это хоткей. Можно райт-кликом поменять, сделать автокаст. То есть, соответственно, бонник начнет вместо автоатаки бить постоянно этой стрелой. Очень прикольный спелл и увеличивает он как урон. В зависимости с уровнями прокачки у нас увеличивается бонусный урон. То есть, бонусный урон с этой стрелы. 30, 40, 50 и 60 демеджа у нас будет, так сказать, увеличивать эта способность. Этот демедж у нас физический, друзья. Физический урон. Также эта тема у нас работает на товара. В принципе, мы можем атаковать товара. С этим бонусным очень-очень сильно товара падает. Ребят, и, что самое главное, этот спелл у нас уже не имеет никаких орбов. И, соответственно, можно взять Дезоль, который будет нам очень хорошо заходить с нашими стрелами. Потому что, потому, смотрите, у нас физические уроны. Поэтому тут с двух тычек я столько нанес. А тут, смотрите, разница почти в 200 хп. То есть, ну, я не думаю, что прям так демедж мой решит, чтобы нанести прям на 200 демеджа больше. То есть, 70 плюс 70, это получается 140. Это максимум. А тут у нас здесь хп-разница. То есть, соответственно, бонусный работает в любом случае. Плюс, можно данному персонажу уже будет собрать скади. Как и в старые добрые времена. Как видите, замедление тоже работает. Все очень бомбезно. Ребят, по монокосту у нас тут все просто. Смотрите, нажимаем ре, монокост. Монокост у нас 8 маны, как здесь указано. На сайте почему-то написано 10. Не знаю почему. И, в принципе, по данной способности, в принципе, все, друзья. Этот спелл у нас также игнорируется крипами. То есть, если мы будем на ход КР атаковать наших оппонентов, то, соответственно, у нас будет такая приколюха, что крипы будут нас игнорить. И мы сможем спокойно прогонять кого-то с линии, не нажимая райт-клика и не агря на себя крипов. Очень все простенько, друзья. Юзайте, используйте. И самая прикольная тема, то, что эти стрелы у нас, они... Если вы хотите выйти с инвизой и начать бить, то у нас, к сожалению, так сказать, прервется вот это время. То есть, если через ход Кей вы попробуете бить со стрелами, то есть, так не получится, друзья. Сразу говорю, просто я это почему говорю? Это банально, это очень банальная такая тема. Но, ребята найдут, некоторые ребята найдут, что написать. О, в инвизе со стрелами бить можно. Хлебопеечку хочу. Все, ребят, поехали на третий спел. Итак, друзья, третья способность на боне флетчере это инвиз. Обычный инвиз, который мы просто нажимаем и побежали. В зависимости с уровнем прокачки у нас будет увеличиваться длительность инвиза и уменьшаться его калдаун. На первом левеле у нас будет 20-20 ровный, плюс будет увеличиться инкриз, так сказать, спида во время того, как мы находимся в инвизе. Инкриз спида у нас тут ровный 11-22-33-44 в зависимости уровня прокачки. А вот то, что по длительности написано, тут все немного ошибочно. Ребят, это я уже тестил во время игры. А тестил уже. Вот на втором левеле у нас будет уже длительность инвиза 25 секунд и 19 у нас будет кд. На третьем левеле у нас будет, по-моему, 30, да, 30 секунд уже длительность. А на четвертом 35 секунд длительности инвиза будет. 44 будет инкриз момент спида и 17 будет калдаун. Ребят, обычный инвиз, который будет у нас игнорировать всех персонажей. То есть мы не будем в них втыкаться, как, допустим, втыкается Рикимару, когда бежит. И мы спокойно можем игнорировать все, так сказать, препятствия, допустим, ворды этого шамана. То есть, допустим, если он нас закроет, мы спокойно этого не проходить, как на фейзах. Но и, в принципе, это все. Обычный инвиз, который контрится с энтрями, дастами, гемом и всякой прочей такой темой. Тут более ничего знать и не нужно. По уровням прокачки я вам подсказал. На ласт левеле длительность будет 35 секунд. Отлично. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность это наш ультимейт. Ультимейт называется у нас Death Pact. Что у нас делает он, я вам сейчас расскажу. Данная способность конвертирует крипа, давая нам прирост к демеджу и к хитпоинтам в зависимости от количества хп, так сказать, жертвы, которую мы пожираем. То есть, соответственно, жертвой не может стать герой. Ни союзный герой, ни оппонента. Герой, ну вы поняли, да? Это крип, только крип. Лесной крип, обычный крип, который на лайне выходит. Прирученный крип, который, допустим, это крип чена, у которого много хп. Думайте, думайте. Вот. И, соответственно, смотрите, что у нас получается. Бойник по нажатию одной кнопки, это у нас хоткей, Е, берет. Допустим, возьмем вот этого. Давайте большого тролля. Окей. Жрем его. Он сразу же умирает, конвертируется у нас этот крип сразу, смотрите, какой у нас тут дэмэдж появляется. И появляется сколько хитпоинтов. Объясняю, как это работает. В зависимости от хп, так сказать, крипа, которого мы собираемся съесть, у нас его хп преобразуется в дэмэдж и в наши хп. То есть, соответственно, смотрите, поговорим о уровнях прокачки. Смотрите, на первом уровне 50% от его хп и 5% дэмэджа от его хп преобразуется в наш дэмэдж и в наши хитпоинты. На втором левеле 65-6,5, на третьем 80% и 8% дэмэджа. То есть, соответственно, если у крипа там, допустим, смотрите, 500 хп, то с этих 500 хитпоинтов 50% преобразуется нам в хп, то есть, 250 хп и 5% от его хп преобразуется к нам в урон. То есть, это, ну, почти ничего нам не даст, но смотрите, оп, есть и есть тоже дэмэдж. Очень простенькая тема на самом деле. И, в принципе, тут более и знать-то не нужно ничего. Считается, как будто вы съели крипа, получили экспу и получаете очень хороший бонус. Реально прикольная тема. Юзание вот так вот, как я юзаю, сейчас оно просто у нас перебафывает данную способность, то есть, оно у нас начинает идти дольше. Длительность данной способности у нас 35 секунд. Калдаун у нас 45, 35 и 25, в зависимости от уровня прокачек он у нас калдаун становится меньше. И монокост у нас всегда 100 маны. Очень-очень-очень прикольная тема, которая, ну, реально бомбезно работает. И хитпоинты у нас, когда они возвращаются, они возвращаются у нас в нормальное, обычное, стандартное значение. И как бы у нас хп как будто захиливается, друзья. Ну, тут как бы неправильно говорить захиливается, то есть, если нас, допустим, пуч там подамажит, там побьет, то мы потом, когда у нас хп вернутся, то, соответственно, чем меньше монопул, хп пул вернее, тем, соответственно, больше захиливаем, как, ну, как говорится. Ну, уже хп вернулись и, к сожалению, уже не видно данного эффекта. Как бы все простенько в данной способности. Заюзаем еще раз, смотрите, ход K-E. Оп, большого крипчика съели, урон вырос, дэмэдж вырос, все выросло отлично. Ну, все выросло, да, пацаны. И, в принципе, по данному персонажу это все. Надеюсь, более чем досконально вам объяснил, что как у него работает. Очень простенький персонаж. Забегаем в инвиз с хаваным крипом, вылазим, включаем стрейф и просто настреливаем. И все. Более ничего тут знать не надо. Ребят, пожелаю вам приятного просмотра этого гайда. Попробую что-нибудь поэкспериментировать. Покажу какие-нибудь забытые страты интересные на данного героя. И, в принципе, разнесем этот, так сказать, разнесем этот танцпол. Хотел сказать, но тут не танцпол, а карта доты. Ребят, и что ж, поехали, поехали. Итак, друзья, берем мы сейчас нашего скелетончика. Скелетоны это пушка. Мид. Без обид. Ага. Ага. Ого. Инвакир. Огр. Кстати, что не любит Бон и Флетчер? Бон и Флетчер не любит... Бон и Флетчер не любит толстых персонажей, потому что очень тяжело и затратно по времени убивать. Так что... Тут проблема такая. Если ватнингий персонаж, вот типа... ЕСа, да, ЕСа можно убивать. То есть, да, попроще будет. По начальному закупу можно взять хилку. Хилку, танго, танго, клок, клок, будто жирная хрень. Но клока будем перекрывать. Цирк, клет. Возможно, будем выходить в Аквилу, поэтому вижу потенциал взять Ашку. Что, с и 70, да? С такими айтемами. Все. Ну, контрпик... Контрпик, конечно, Слардар, Баунти Хантер. Это все как бы есть. Контрпик, БХ и Слардар. То есть, и вот контрпик хороший. Вендра. Вендру я тоже не смогу убивать. Че ЕС такой? Че ЕС такой борзый? Че ты? И все, и развернулся, и выходит. Не знаю, ребят. Пойду на ботом. Уже вкачал стрелы. Не знаю, будет это, скорее всего, ошибка. Потому что, скорее всего, соло внизу буду пытаться забирать руну. Но ничего страшного. О, закрыл. Это не стрим. Все. А, игнор пишем, чтобы не отвечать на лишние вопросы, друзья. Надеюсь, меня поймут. Потому что напрягает постоянно отвечать на вопросы. Стрим, это не стрим гайд, не гайд. Ребят, это гайд. Сегодня гайд на Бона Флетчера. И, так сказать, добрый вечер. Но сейчас в 7 утра, и в 7 утра писать гайды у меня такого еще не было. Ладно. Все, Виндран включила, побежала. Умничка. Умничка. Так. Фиданули. Тиммейты. Фиданули тиммейты. Вдвоем причем. Странненько. Постараемся как можно лучше открипстатить. Тут так, ЕС. Сразу ЕС. Отзоним. Хорошо. Курьер нужен будет. Походу, самому придется курьера брать. Да, да. Промах, 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 промах. Все это я люблю. Хорошо. Боника через стрелы самый лучший ластхит будет. Тяжело без стрел будет ластхитить, потому что он очень маленький демидж имеет. 46 урона всего. Вот за счет стрелы на все это компенсируется. ЕС. За всю боль потом не будет. За всю боль, брат, скажет. Ну так, ты меня... И мне фарма не давал будет говорить. А? Как обычно, я блю вот эту фишку, когда... Ману берут, но стрела не летит. Когда уже это починят. Хорошо. Бинды не работают. В каждом обновлении майкапа, лаунчера, все равно какая-то хрень начинается. Это очень, очень, очень плохо. Это очень плохо. Так, ВБ сделали. ВБ шоу. ЕС, как фарм. Да, смотрю, отлично. Стрейф качаем на четвертом. Потенциал такой, что... Ну, тут никак. Тут надо ему со стороны баратруму забегать. Что так? И заберем. Манку накидываем. Пока просто фармим. Возьмем айтемы свои. Фармить с фармом тут очень просто все на самом деле. До шестого фармим, до седьмого примерно. Можно даже попутно тавр забрать. Желательно. Желательно попутно забрать тавр. Возьмем аквилу, сапог. Поедем. И поедем. Какая-то пишешь ДНД. Время много занимает отвечать, конечно. Но ребятки поймут. Боннику можно арчит собирать. Раньше первые айтемы мы просто арчит собирали и душили. Блин, тоже понимаю эту страту, почему. Ух ты, это что? Алкаш-псих что ли? Инвизный. Я уже на райт-клик включил. Думал, если он сейчас будет сильнее огрызаться, то типа это будет. О, братан. Ты куда? А у него сапог там. Я буду тупо фармить зонить его с линьи. К его аквилу включу. Так, сапог нужен будет. Агрессивная игра. Но я думаю, я сейчас шестым левелом подключусь и будет очень интересно играть. Потому что очень агрессивная игра. Спасибо за подписку. Обычно всегда это на гайдах тоже говорю, потому что пассивно тоже ребята подписываются. Радует. Радует. На пассиве, так сказать. Хорошо. Так, есть шестой. Сразу можно будет в лес нырнуть сейчас. И в первый ганг выйти. Хорошо. Сразу можно даже в чужой лес. Вот так вот, как я сейчас, идти спокойно. Забирать. Не знаю, правда, кого-нибудь гангнуть бы. Вот видите, проблема. Поникам желательно, кстати, крипов. Вот когда вы вот так вот подфармливаете. Типа, вот забирайте. Вот. Обязательно забирать. Слабеньких крипов, чтобы вам на следующий раз, когда вы придете. О, Слардар. Боже, жирный. Укрепляется. Че Слардар пришел? Сейчас инвиз чуть-чуть откатится. Попробуем что-нибудь сделать. Все по-другому никак. О, нифига себе. Вы что? Ой. Я понял. Понял? Я дурачок. Я понял, я дурачок. Сейчас у меня... Улица пойдет. Только я ни хрена не понял, что это за мувы. Нахрена они сразу поставили. Ладно, ничего страшного. Я немного ступил, тоже вылез. Но я думал, если честно, поатаковать. Ну, типа, вот так вот. Бара чаржница будет хорошо. Эх, плохо. Плохо. Странно, что они Сентрик купили прямо сейчас. Но, в принципе, ничего удивительного. Я играю с мейн-аккаунта. А тут как бы... С мейн-аккаунта по-любому. Пацаны будут нормально отыгрывать. Так, далее. Выйдем в медальку, ребят. Давно в медальки не играли. Очень интересный артефакт. Будем выходить в Солар. Будем выходить в Солар. Ну, у ЕСа фарм тут попер просто. Линия как отпушилась. Акс пришел помогать, фармить. Ну, скорее заруинить мне грипов. ТП-шка есть, хорошо. Как хорошо, что ТП-шки беру заранее. Все есть. Надо идти пушить. Что там по счету? 6-1, да? Нормально. Ничего страшного. Так. Виндра. Огрик. Сейчас ныряем. Давайте, наверное, топ выйдем. С Лордара я пробью. С Лордар очень сильно хапает. Возьмем манку. Выйдем сюда. Дабы, блин, но там мы ничего не сожрем. Амиди-бот у ЕСа. Так, Коуниста, да. Внизу попробуем. Ну, Виндру. Виндру задушим. Так, и так. Задушим. Инвокер с СС-шками добивает. Можно даже, в принципе, Крипа тут не кушать. Виндра, скорее всего, будет уходить, да. Виндру так заберем. Виндру так заберем. Как раз по таймингу Крипа замутить. Клок седьмой левел. Бонник Блэйдмайлов еще не любит очень. Блэйдмайл для него это страшный сон, наверное. Инвиз подкачали на двоечку, потому что с Инвизом можно будет побольше муваться. И идем, попробуем сейчас Клоку напихать. Посмотрим, кто может еще на линию выйдет. Инвиз сейчас пропадет. Уже нет варианта. ТП-шку возьмем. Долго, долго. Нет никого. Он чувствует, что ли, что-то. Что-то чувствует. Подозревает, походу. Попробуем поднапихать. Ну, по идее, я тут умираю. Да. По когам бьем, я тут не хочу микрить. Не смогу за микрить, потому что первая игра разыгровочная. Никак не смогу за микрить. Печаль. Ну, смогу за микрить. Можно было поднапрячь, но первая игра у меня голова не соображает. Че, комбутс к ним. Не знаю, в ПТ-шку выходить дальше. Инвокер тоже ничего не нажал почему-то. Вообще ничего не нажал. Он просто стоял с руки и брал. Персонажа. Ладно, ничего страшного. Башка, хил, команка. Вот это дело. Хорошо. Е, скиллинг спрей. Понимаю. Е, с которой в мини ничего не видел. Орещи, крипа. Можно в тавр выйти сейчас смело. Схавали крипа, в Т-шку выйти. Ману можно сразу накидывать. Давайте варчит на экстом пойдем. Хотя я хотел солярку добить. Но это такой билд будет больше на команду. Да и, в принципе, на соло фраги тоже. Через солор. Это бомбезно тем, что много армора снимаешь. Это отлично. Бонник очень хороший пушер на самом деле. Прям отличный. Боже, какие три тычки. Три тычки. Отличные. Дальше не пойду. Первую возьмем. Солор 1800 будет, да? Инвесия брать не буду. Нет, тут не заберем уже. Манку. Варчит, давайте, как в старые добрые. Потому что там, как-никак, биндра. Варчит, можно выйти. Варчит. Вообще, арчит делается на 12-й минуте при успешной игре. Это очень-очень круто. Очень-очень круто. Прям арчит на 12-й. Это прям пушечка. Че, го, пробежимся тогда. Подеремся, пофидим. Не знаю, там фид, скорее всего, будет. Там еще и клок подошел. Попробуем, может, кого-нибудь забрать. Там виндра, вон, сейчас будет без виндры. Ой, без виндрана. Боже. Связала. А-а-а. Ну, постараюсь убежать, мне кажется, у клока ни хрена нет. Ага, сейчас я тут убегу. Хорошо. Есть. Хорошо, есть. Так, есть. Один обливиан. 4-2 идем в ногу. Позиционки. Немного, немного позиционки не хватает мне, потому что сейчас очень нагло встал. Но шансов там не было, уже нужно было драться. Виндру забрал, да, стыдали. Виндра еще и шекель успела. Я еще под фиссуру встал, если бы встал немного. Тут, ну, это опять-таки, если мыслить так, что вот, а если бы докабы, то прям вот вообще. То есть тут. Это смешно, конечно. Дота строится на ошибках, дота строится на ошибках соперников. Говорит, что если бы вот так вот сделал, вот так бы выиграл, то тут как бы нет смысла об этом говорить. Нет смысла. Что есть, то есть. Не все игры должны быть удачные. Хорошо. Инвиз в тройку. Взял. Гоу Т2. Выйдем. Когда меду файтится. Тут БКБ нужно будет. Грит БКБ. Прям хорошо нужен. Там команда хорошая тоже. Активно играют. Правильно играют. Там более ребята умнее, так сказать. А у меня по 10 ВР, пацаны. А можно сразу стрейфом там задушить. Если врубают защиту в портифай, то стрелы желательно выключить. Потому что очень много маны тратится. Хорошо. Айс. Неужели я успел еще ударить, и потом только опять увязать. боже не понимаю эту тему не понимаю ладно берем крипа и побежали и побежали киес хосту бмк локом понял хороший fight для меня боже вот вот это убойника и всегда проблемой было когда ты вылазишь с инвиза перекликать нужно хорошо напряжная тема нужно и он просто когда все по прожимаешь он начинает потуплять персонаж хорошо то есть ты все нажмешь все а он он стоит затупливает вот поэтому я его не очень долюбливал этого персонажа у них еще вардов там куча полно сто процентов прям арчи дофармить ходить соло фраги делать можно с арчи там будет уже так есть ванова стал восполняется нарежем быстро чтобы не успел зажать хукани меня брат его надо нет . тяжко и соображается голова агрессивная очень агрессивная игра локер вардит список без даггера на это временно надеюсь часто нанесу иду лес будет намного эффективнее это потому что не заваршин я взял один вард который мне пригодится потом расчет пропалится вся контор сейчас уже арчит будет уже будет легче бендру убивать выложим волне first item ну не знаю сомнительно но раньше так делали но не сам не сомнительно даже но через пт принципе неплохо вот тут дофармливаем побежали сожрешь при тычке просто жалко что не забираю надо стилить что ли потому что блин ну плохо без фрагов будет бойнику нужны все же киллы по 200 по 300 голды все же но 200 по 300 что ли побьем тэшка очень легко пушится прям очень легко понимаю блин ненавижу гайды писать когда ты свеженький серьезно когда ты вот только вот встаешь и душишь раньше было намного легче ты садишься просто и душишь потому что ты такого на пятерку потому что ты отдохнувший такой а тут полчаса что они раскликали голова тоже не соображает ничего не соображает короче рак знаете как-то говорится чё там гау драться гау драться позиционку искать и драться надеюсь все будет нормально виндру перекрыть этому гг хватит вязать вот сюда спорта хорошо хорошо дастов нет но вы держитесь хорошо это тоже наш будет отлично добрый вечер я буду флетчер в лес стали 2400 есть на кармане можно задуматься о каком-нибудь прикольном артефакте но типа блэйд мэйла ой блэйд мэйла типа от блэйд мэйла bkb шку вязать это будет нормальная тема и в ними лесу можно спокойно тут хп пополнять подготавливаться на next файты вот этого можно взять убить кто там с лордар вот с лордара можно сейчас выцепить спокойно прям вот здесь вот где-нибудь вот тут можно будет выцепить берем арчит вот так вот накидываем игроком хорошо река есть кого возьмем кристалис и далее в бкб далее в бкб печалька не того крипа начал бить то ладно уже сожру кристалисы в бкб далее лук с пм у него тыща я если я успею то есть даже тут просто мы попробуем с хг сыграть хорошо отлично так сказать адский лучник даже с бм клока пробил но там две-три тычки конечно не за счет потому что изи катка говорится 170 дэмэджа надо еще сладо попробовать убить не сладо отошел хорошо пол бкб есть не стал ярче там удавать стал шоу ес а что там тосты есть отойдет сейчас немного пока дальше нарезаем просто нарезаем вот оно пошло пошло центральная игра набойники фраги посыпались они начали соло ходить хорошо сейчас бкб будет уже с бкбшкой будет просто пушка соло фраги посыпались хорошо печально пофиг первая игра на автоатаке всегда лук лук оповый пробежим сюда странно какая-то инфа недостоверная на сайте инфа недостоверная ребят по этому по инвизам по инвизу недостоверная инфа я сейчас стоял в инвизе у меня длительность я в инвизе еще стою боже надо будет перезаписывать боже как с этим сайтом набойник на сайте айкапа набойника недостоверная информация по его к дешкам 3 спела потому что я стоял сейчас в инвизе обратил что у меня есть уже инвиз я помню что это так и работало я помню что так и работало я сейчас просто задумался черт а я же сидел там совсем другое говорил получается на сайте а к по говорят что инвиз у боника он короче он сколько к дэш со столько идет типа как у баунти хантера вот такая тема была как на ранних левелах ну в принципе на ранних левелах она так и стоит вот и а тут получается вранье все я не знаю нужно будет просто тут по этим поспалом поработать сейчас посмотрим боника тут по инвизу уже докачал 35 секунд call down 17 но там не так писалось лол вот так вот значит верить айкапу 35 секунд 35 секунд 17 кд надо будет так по левель на проверить всю эту тему что прийти не комфортно когда арчит стоит дорогую кнопку и комфортно вообще же центре они не одни сейчас бкб надо ждать с бкб будет проще позже это засада любовский любовский это засада могу пробить хорошо пробил и дальше кушать страйф есть уже хорошо страйк когда раскачана ночью быстро кляшет гол бкб есть кто тут будет перекроем сейчас две пички но не перекрыл есть black team пар фаз дезоль можно делать на данном герое вместо крита допустим это тоже пушка потому что вас дезоль это как-никак море дэмэджа так одного маленького крипа мне специально тут оставили пусть сами питаются этими маленькими крипами я такую дичь не ем вот так вот делаем мы клок живой теперь мне клок вообще не страшно бинды у меня работают все работает я готов укор с центрами с дастами клок тут тоже главная не нарваться на слордара амплификацию потому что будет некомфортно я прогуляла его медальку по моему не кинул очень слабо бил медальку по моему не накинул все с бкб можно уже безнаказанно уходить с файтера а просто нажали но не туда если тогда батаро ладно его хорошо отлично блин этот крип вообще не туда не сюда или братан поверну а тут варда надо расчистить бы псих алкаш так сказать микро проиграли макро и выиграли где тетя макро контерваль лох как обычно в комментариях пишут умение подобрать позиционку первое время не мог подобрать час начал подпирать правильно кнопки нажимать люблю своих подписчиков но даже там не подписчики хейтеры больше так у нее ghost 1 такой звоночек что братишка в лейтгейминг выходим сейчас будет тяжелее сейчас будет тяжелее так и так началось я бы взял на самом деле хочется аквилу выкладывать 3к есть покерзал аквилу да хорошо низ можно смело ломать сейчас можно еще вот тут пацаном зацепить вот этого пацана опасно будет то у меня пиндра есть всякие тут есть с дизолями страшно вырубаем гаук рик купим сейчас всех застанет просто да я ударил я мой крит крит пожалуйста в студию крит 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 хорошо с сапога можно смело сделать будет какой-нибудь другой артефакт типа travel of late game овских и гаус олярку сделаем в этой катке можно сказать через solar да типа в этой катке но в этой катке больше просто тупо через медаль solar это идеальный артефакт для того чтобы кайфовать в игре потому что он дает промах дает минус 10 армора это больше чем дизоль это больше чем дизоль больше чем дизоль вижу на vision скорее всего есть тут мне сейчас к этому крипу добежать монорегена хватает с арчи да просто хорошо две тычки просто две тычки минус 10 армора на пацана видели дэмэджа сколько схава мфорджета 1000 хп сразу сторону выносить можно и даже я уже написать что там пишут очень интересно обычно недовольные слордары там недовольные ой недовольный слордары недовольные ес и катку ему слили можно мид тавер снести сразу 2 800 еще есть еще пару слотов можно кирасу сделать можно даггер купить для лучшей позиционке тут смотря чего не будет хватать на самом деле на этом персонаже если вы понимаете что вам не хватает позиционку то можно взять и подожи этот кликал так как ты замираешь там джессу фраги стилем надо стили блин есть адский лучник 4к еще есть хорошо часа яга падает можно будет читать поширнее сделать что ты делаешь никогда не любил таких тиммейтов которые мне руинит крипов промахи это классно часа ягу же упадет галта до рапиру что ли или мкб можно еще мкб сделать чтобы от миндры кайфы были можно сделать рапиру а можно сделать мкб рапира конечно для контента для красивой картиночки это пушечка так собрали я иного пива выложил хорош так ничего мкб или все же мкб или все же рапира как думаете конечно же рапира с критом то ё-моё под бкб просто минус 10 делать да да конечно рапира ребят давайте рапиру сделаем он контент и как вам контент один крит все и любой погиб один крит любой погиб спасибо 400 урона добрый вечер я бон и флетчер рапира бон и флетчер добрый вечер что в зару на монетках было бы то был дамага и не того крипа ударил 1400 урон без ультимейта умрет 1400 без ультимейта все угол сейчас никому клоку первому напихать даже не добивал жаль крита не было изи за крипами это табари в репты верили неси я не тороплюсь а это он мне на оскорбим по игровому мид норм стоял с от кипов рож можно попаду пожалуйста этого крипа можно возьму там под блогластом разрушает можно я попаду все же нет ой смерть смерть просто капиру забрали но ясно понимаю в бм убился одесса пойдет для контента хватит так сказать поставить под на колодце подушить с рапиркой тревел бы сделать было бы классно у кого рапира там у еса наверно какого нибудь который без головы еще и оскорбляет конечно же так же без кога хорошо огненный лучник дайте рапиру пацаны не надо мне амплификацию давать рапиру надо рапиру верните просто пацану рапиру верните в курьере ладно гг ребят но первая катка не знаю было очень много микро ошибок тяжеленькая была катка подписывайтесь на youtube хеназис велкам все ребят такая катка первое сделали 35 фрагов игра была немного напряжена и немного напряжена тем что вначале они очень хорошо давили но потом чуть-чуть игра переиграла соло фраги и поехала первая бкп шка арчит и все примерный геймплей будет такой это примерный геймплей очень много ошибок микро игровых было а так в принципе ну вы сами все видели поехали next креветки ддрв у сколько там пыли это ужас ребят я сегодня обещаю вам я приберусь я протру тут все как надо просто вот тут отлично все на компе мид мид без обид на компе уже очень пыльно вот буквально два дня не протрешь столько пыли собирается ребят огромный пылесборник здесь кулер сверху кулер снизу кулер сбоку кулер жесть go 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 ребят что ж сегодня продолжаем душить набойники продолжаем душить набойники ехала продолжаем душить набойники возьмем ребят все же я посчитал смотрите смотрите по нынешней мете 85 карты я примерно посчитал смотрите 1200 и сколько у нас солярка стоит солярка 1200 окей 1200 7 армора снимает и и и и и где у нас дезулейтор дезулейтор ребят дезулейтор дезулейтор 3500 и 7 армора также будет снимать просто думаем головой 1200 и 3к разница то очень большая ребят разница очень большая 3500 и 1200 плюс смотрите солярка 3000 стоит так у солярки будет армора даже 10 сниматься то есть в профите будет больше и лучше собрать нам солярку нежели чем дезоль лично сугубо мое мнение ребят не знаю смотрите сами как вам лучше но мне кажется профитнее собираться через именно solar crest потому что solar дает нам возможность дает нам возможность жить моноригенить плюс еще просто вот промахи вот эти которые у нас есть это ребят я не знаю мне кажется это само то что нужно это то что нужно на этом персонаже то есть этот персонаж он очень уязвим и он становится менее уязвимым когда они на нем есть промах и армор то есть тут хотя бы у нас уже у нас уже у нас мало того что у нас армора нету так у нас еще и хп нету понимаете от соляркой мы хотя бы перекрываем два момента по нам промахивается то есть соответственно у нас потенциально больше хитпоинтов и по нам промахивается и второй момент у нас много армора и 3 все же тем не менее мы снимаем снимаем армор и можем душить лучше я вот считаю что это рили вот как то так и есть хорошо отлично жаль куры нет ребят но придется брать выходим также опять в аквилку возьмем сапожок и поехала душиловка инвиз взял жалки жалко что я взял инвиз на самом деле но думал соло придется забирать а в прошлой игре как-то знаете она была немного по-другому а сейчас тоже по-другому хорошо креветки ддрв отлично все и поехала душиловка крипов отлично go vision цешка хорошо промах как обычно все герой стал печалька когда ты отменяешь стрелу ли герой просто становится по механике игры промах как у пуджа иммунитет походу прибав подобиваем ты не пиши ты играй засранец ну почти вард поставим но он видел что я вард поставил но не суть хорошо отстань от меня безбожник сапожник но поторопился не поторопился не знаю я не думал что ему так больно будет он центре купил ну-ка центре купю это хорошо значит думалка работает все же успею успела у него жопа гореть будет это он просто я не видел его он шел на руна у него топорик он сразу вард мы может казнить ушел да он в ганг пошел хорошо вард пойдет там нормальный буду наглеть пацану ничего давать не буду привет к ддрв бонник очень уязвимый пришел пацан получать у него армора нету ему очень больно овер больно просто я второе кольцо взял да вот я даун классика жанра страшно хорошо вижу можно мне куру спасибо печально и на 4 на 5 не хочется играть хочется овер 30 и более 30 фрагов делать номер 30 фрагов как о печалька а а и 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 вот так неинтересно так неинтересно блин ну печально ладно пойдем без без парня да не пиши ты там понимаем что взять и фиг взять гаудушить короче 15 минуточку такси одна игра была потненько и одну надо языка . ребят сапожок манка пешечка манка хорошо боже ему как влетает посмотрите две тычки пол хп надо на топс бегать безликий войда прикольный ник я оценил прям я оценил безликий хороший никнейм для войда бред таверна бедный пуш зачем он пишет там братан не сидит не вариант вообще боже попадет и лучник который старается блин научиться стрелами хреначить так чтобы было прям вообще страшно всем лучник который не может попасть лташку подолбим вообще надо идти в ганг на топ желательно некор там очень визуну некор вообще просто булочка знаете лежит на прилавочке такой свеженькой только надо взять и все сантри купил вижу возьмем и в солярку надо идти вот сюда за тэшку зайду блин не успеваю жила то есть она к тэшке подхожу хорошо вартам затащит ват затащит вон а базу я ташка тэшку гол и на базах так б каураги и арморку хорошо шо насуем сейчас больше не насуем хорошо каураги есть каураги каураги но чё так и написано каураги каураги хорошо еще ману пожалуйста а вот там сбегаю пешочком марита ну мариту не очень хочется убивать а вот на топ я бы слетал без лиги залагал нет не хочу бить рано еще голову отведем как раз мандарик хорош не успею да ну почти война я типа не убил вообще никак то поэтому аднес не хватит стрейфами душить тут центре по моему стоит насколько я знаю куза байтим не пробьешь она на прыжок есть там центре стоит сто процентов любом случае на базу надо сходить и нормальный ганкуйте 6 по раскачкам ребят идет 242 и ультимейт так далее ну такими этапами пойдем не знаю арчит можно в дефолт против свена жаль что тут арчит не такой как допустим в доте 2 овторн а большего и типа стопроцентно не промахиваешься и в кого-то до мкб не нужно собирать просто там и крит и вообще пушка вот так сделаем туда найс хорошее тп будет сейчас восьмой левел мне гг да 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 привет но разные цели бить пуджа типа там у него 900 хп у того 700 хп ну вон ты тоже умрешь серьезно ну вот это проблема того когда левает один человек и сразу же появляется там айтемы тут очень тяжелая на самом деле теперь игра походу будет потому что во первых минус один чел которого можно изю килять сколько там она 75 да не нету там два ну просто чекайте сейчас очень тяжело игра пойдет я даже не знаю пт наверно гоу пт уплотнимся немного пшка поехали эмайса должно хватать догонять да по идее хватит эмайса догнать пропустите пожалуйста товарищи хорошо понял тебя встречаем на другом пароме медальону в каураге вот крипа нету тут большого засада блин против войдать что бы надо д против войдя почета арчет собирать это говарчик центре суицид я у меня бинт стоит мне не перекинулся бинт я перекидывал не перекинулся медаль не закинул печально в такие моменты хочется выкинуть ком вообще потому что я зависимый персонаж такой игровой от биндов если у меня бинт неправильно стоит я ни хрена не сделаю то есть я в драке его не смогу перекинуть потому что я буду думать что у меня на определенной кнопке определенный бинт хорошо пойдет так хорошо сюда дабл кю носорогу никнейм придется опять дефолтный арчит ребят выходить войт там и бкб тут тут но тут меньше буста будет потому что там чел вылетел которого можно было убивать и это прискорбно это прискорбно а марита там еще и марита зря ману не взял конечно я кто отстань от меня что у него там 1200 бм ну вот просто как его убивать бм нажмет сейчас побегаем немного можно атаковать гг я умер тут мана нету но если купол не поставит то хорошо ни одного баши да баши не вылетел не знаю я думал я там умру стопроцентно странно но ну вот видите 11 армора тем не менее как бы дают о себе знать 11 армора забайте на прыжок его попробуешь нет 11 армора дают очень много о себе узнать я его так не пробью типа если я сейчас вылезу я просто не пробью его но я пробью но какова вероятность что он не поотражает и не вылетит башка то начну бить его по майне закупимся медали он в каураге нету меня там там это где фармит нижний конфарм сейчас сто процентов ману 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 а вот там и файты да он тут фармит сейчас робо да буст конечно хорош даже очень тяжело тут выиграть скорее всего будет очень тяжело перри фармится подушу немножко так дешку кристаллис у него с этим ими все пушечные время идет о чем у них голда 1 1 секунда за 3 секунды у них идет в этом проблема у них 1 секунда как 3 секунды там еще пуш с тайгером с энтрями пробьем интересно у марита и душе жаль нету ничего а у меня два афк стоят лол я думал почему так тяжело у меня два челика афк стоят ладно ну я кстати мог уйти тут я не думал что она меня так ласкать будет боже мам купила вот реально и ничего не делает у меня два чела афк стоят на базе ладно ничего страшного пора игнор алт писать потому что сейчас начну дебильные вопросы задавать и не потею что ли ну как не потею 8 у меня я единственный кто тут вообще киляет в этой игре держи в курсе типа просто у вас на одного персонажа меньше и соответственно у вас буст идет тебя я убивать априори не могу типа надо с кем-то за стан убивать пуджа могу некра не могу и приходится фармить поэтому чё делать кого мне убивать убивать то хороший купол да ты можешь ударить на бойнике он не бьет просто он начинает уходить в этот в каст каст он становится просто замирает через р вот это именно проблематично что ему это делать 105 маны хорош а чё ты его уводишь ладно я думал он будет атаковать ну как атаковать он запилит хотя бы я понял у него есть бм уже как вот если я щас нападу как его пробивать уже есть бм хорошо что крипа съел ну что крипа съела вот ну да типа чё не потеешь вопрос не потеешь как там потеть если там перри фарм идет из оливера это бредовая тема вот почему нам на 85 такой механизм я не понимаю это очень дико напрягает прям ты выигрываешь картку типа если я иногда радует что когда-то у нас кто-то вылетает потому что очень быстро и темы бустятся некоторые этого не понимают так подождем есть второй квартик обливиан хорошо все есть можно поесть поехали пуш кусок прям такой смачненький он может успевать успеть тоже отблинковаться тоже у пацана ничего не было он даже в принципе не гангал и в итоге чё у него появляется айтем центрячок есть можно поесть центряк есть можно поесть центряк есть можно поесть еще одна тычка хорошо любой смотрится с барой тупо играем надо solar тут запасть сейчас прям solar нужен я чувствую знать почему потому что промах нужен будет сейчас орчит вот он орчит есть уже войда смогу убивать войда смогу убивать и солярку next on прям солярку next on прям вот next next если бы я два варда не поставил жесть как тяжело глубо пт приходится носить на агилу потому что монореген нужно добавлять себе ой на гилу на пинту монорег добавляем так пятерку орчит на пробел сюда лети печалька ну трое как не 4 интерес 4 похода до 4 на минуту лучше уж жрать сразу начнет по центре поведут центре ведут я не пойду туда лучше вот этого пацана промах 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 печалька солярку сразу гау 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 арчит да бара боится жесть просто я дал я по максимуму раздамажил я не знаю там по другому никак просто бара если боится я должен не бояться получается я вообще должен тогда бежать вперед так но зря этого крипа не оставлю я думал вот там пойдет дофармливать возьмем туда голема хорошо сейчас по идее войд придет уже на верхнюю линию подфармливать возможно захочет атаковать сларка там я буду вот он с дастами он изи на самом деле хорошо плохо подставься под хук хорош я умер держите в курсе знаете почему потому что херстопер он мне не даст уйти просто я даже мне смысла нету уходить у меня нету виндволк дебильная аура дебильный персонаж бм собрал боник убить не может все просто не вариант он бы не собрал бм если бы ливер там не был может он даже его раздел держите в курсе ну ничего сейчас солярка бкб вообще бкб сейчас бы сделать и некор бы нагинать просто через бм вот здесь формат марита фига у него вот посмотрите на нее у нее только что ничего не было она никого не убивала ну один фраг может она сделала и какие у нее айтемы просто у нее три айтема сразу два айтема появляется за 2 200 и за 3к это жестко вот сейчас они 5000 голды получить просто а тут потно будет ребят тут лейтгейм будем выходить тут даже сулабиру придется 12 лотов одевать это без шуток я вам отвечаю потому что это дикий дисбаланс дикий дисбаланс у 2 варда атакованных атакующих вообще солярку хочу сделать я щас вот тут дофармлю solar как раз три крипа все гоу гоу и варды поставим бкб делает молодец соображает классика есть solar а механика конечно блевотная бкб next а ты не убьешь его и только с видишь пока да я просто ждем ждем пробежали а егис фантом к может моя ошибка что я пытаюсь их келять потому что вообще в профите было бы тупо пушить потому что они играют в пятером но как в пятером они в четвером они очень быстро одеваются нам пуша потом не будет хватать ты умер уже не сопротивляйся надо тут агрессивный опс поставить мкб нужно будет тут держись братан когда нибудь попаду сколько ослепление даю ей вы видели сколько промахов промахов двенадцать наверно подряд было он меня сожрет пуш просто прыгнет и сожрет у него сантрики да он понапок купил уже она меня видит моретто моретто видели сколько промахов ребят напишите сколько промахов было в комментариях мне прям очень интересно рили это прям жесткие промахи какие-то были а там вот сейчас подойдет прям промах 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 вот так вот просто жесть это конечно пушка можно я за форму я столько потратил зачем для чего брат ну я реально я вот я тысячу маны там составил сейчас 90 стрелами по 8 ужас чудики гоу далее некр сакарит вот только его убивали у него уже сакарит ой если он еще и ливнет это вообще жесть будет не ну такое выкладывать 3 на 5 это уже не интересно будет 3 на 5 я выкладывать уже не буду типа 4 на 5 да еще куда не шло типа 3 на 5 выкладывать игру я не хочу реконект хорошо гоу реконектис ни фигни ни фиговничай играй убивай его этот разведи а вон они все пацаны варк поставил лучше вм нажимает бкб у нее просто откуда бкб ну как она как на дрожжах растут отвечаю как на дрожжах это бред что за башка а мне с этого с дротика вылетел наш промах давай промахи мне больше промахи больше промаха с дротика вылетел что придется ребят еще и варды и варды и варды и варды делать 1x9 1x8 потому что один ливну ну видите солярка решает тоже промах есть можно поесть солярка хорошая вещь так хп восстанавливаетесь хорошо есть теперь кушаем еще раз так ну не того бьешь это жестко вот дальше войд надо войдя по кд пока у него есть возможность сдохнуть от меня пока у него есть возможность сдохнуть от меня надо этой возможностью пользоваться он просто как кусок будет падать пашек пашек отражение я бы не удивился если бы отражение вылетела он сам приходит расставляет пуч так есть блокинг бар ну бкб есть в крит дальше опять ботная катка а где бкб что будем ждать атаки сейчас кто-нибудь по-любому придет и вардить чекайте даже тот же будет психа нет возьмет варды пока тут подготовлен подготовим фарм контроль вот он уже бежит наше объять вот его только убивали и он уже опять о боже какой стил пкб пожалуйста можно да не станут серьезно вы видели этот стан попади уныл и такое унылое дерьмо ребят просто я не знаю заблочь мне крипов спасибо я не понимаю что не так просто это называется рафлан моменты да это риле рафлан рафлан моменты ребят когда кентавр берет боже вон сэнтри поставил да кто-то хорошо сюда вот так рафлан моменты я вам отвечаю жесть просто кентавр берет вместо того чтобы им там бэкобой им застанет всю тему он меня напрягает думаю что я испугался наверно пока вы будет вот 10 секунд до бакова вкусно пусть толпой все прибегают сюда выкуривать в ней реле я отсюда сам не выйду сам я отсюда не выйду сейчас у меня стрейф от лишь 5 4 3 2 есть мкб медведь просто стоит на базе у нас короче страта у медведя он стоит просто тупо на базе и мишкой фармит он вообще не выходит марита 316 пуш на миду постоял прилагать армин гэмп и отпушиваем подпушиваем пусть толпой приходит ломает пусть только толпой у них вариант по-другому никак будет бкб конечно но мы или марита до марит сэндре поставила оп это пусть толпой идут ребят толпой идите я на space буду вас тягивать на space я понял я думал он развернется и побоим нажал развернуться потому что они в большинстве но видимо нет так это видимо не работает или я что-то попутал видимо когда боями жмешь и его в большинстве надо все же убегать но это пола это понятно типа у него там конкретный жесткий мощный расчет был типа он сейчас нажмет бкб да я все рассчитал сто процентов он так и думал чекайте просто я хочу fight совместно бкб 32 секунды мкб тут копейки осталось на самом деле там уже сейчас по бкб по всей теме короче надо подфармливать линии и заходить сплит 1410 пусть выходят пацаны не кровно газ идет сейчас я буду просто со всеми к дэшками с армор я следующий на арчит да вот прям краешка давай 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 я и дам арчит но там больше ничего не да конечно блин нет вот настоящие побежал дед своим своим хорош фарминга у закончен эх я думал настоящий алло чудик ну зайди на хг чем лес бьет жгид я тогда тоже я тоже фарм короче как бы этот копейки остались 50 50 мкб то сейчас мартретку с мкбшка как вахнем вахнем муджахедден 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 и к наему пацана побежали все есть берем 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 и побежали вот 10 левел стоит на базе муджахедден муджахедден так есть мкб ребят буду шить вообще вардики бы вот так вот сделаем регенчик хорошая руна если тут вот будет будет тоже но вот это продаем стрэй будет вкдп для снос keep на файте страйф когда ей будет настоящая жаль что строит поняту в боем буду бить пофиг вообще буду просто прям ломать не жмёт от бм я постоянно бм убиваюсь просто бах-бах-бах чё поможете пацану может чего вы уходите там на хоге просто заходим ребят ладно я дурачок в блейдмейл люблю ловую купить мишка у нас тоже дурачок где ты там где медведь его где его медведь ребят нету нету где медведь нету внизу нету на миде нету на топе где он тогда он просто а пока это чел стоит сюги просто пока стоит чё мишка проснулся вот он где медвежонок наш понимаю ребят 4 на 4 ребят по честному по факту только у нас нету буст голды вард забрал у меня нет денег чтобы доната кидать на слот а я и и не прошу и дать или ну вот почему все так начали писать по ну ты сейчас же вот ты не один вот ну урили ну серьезно ребят отучайтесь вот это дай слот дай слот вот сейчас рандомно попал в катку потей играем как никогда хейте вы же любите это делать с халды халды давать типа ну каждый каждый вот 14 400 сейчас по подписчикам каждый из этих людей будет просить слот каждый просит слот дай слот дай слот ребят ну вас же очень много как вам всем слоты дай это несложно холод дать но все равно ривер вот некор дохнет по кд ривер есть а хотя ему там галдишка капнула с меня задород строго ничего путь стоит капу джаз хг расстреляет без лики залагал но вот вылетают они точно стопроцентно проиграют уж кушай медведя покидал пацану покидал пацану а вот это настоящий жесть хороший купол бро бро а fel а 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 Найс Лондон Гомоншар сейчас возьмем Тут вард поставим Тут вард поставим А этот вард здесь поставим Моншартик Медведю спасибо за победу Конечно, если бы не он, наверное, затащили Самый бесполезный медведь, что я видел Прям просто Блин, тоже такая игра Его под колодцем душить Буреза, крит Хорошие айтемы, но Напихаю сейчас как Ох ты ж Ох ты ж задроты На пуджах Ладно, гг, ребят, но вторая катка Если честно, такая не очень, мне не сильно понравилась Но 3.19 пудж Просто изюмительно отстоял Свою линию на центральной В принципе, по игре, ребят На данном персонаже вроде Ничего сложного нету Просто берешь, душишь Соло киллы Балансная катка Возможно, где-то вардик нужно купить Очень не любит блэйдмейлы Не любит контрпики В плане В плане какого-то жира И в принципе, это все, ребят Ну, я не знаю Надеюсь, вам этот гайд все равно понравится Че, геймплей Не каждый раз увидишь на стриме бойника Поэтому По геймплею все очень просто Скушал, побежал, убил Скушал, побежал, убил Все, ничего сложного, ребят Всем спасибо за просмотр Обязательно поставьте лайк, если понравилось Ну, или подпишитесь на канал Это просто мотивация для меня И, так сказать, вам не сложно Мне приятно Все Всем спасибо, ребят